Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов. Днем минус 3, плюс 2. Местами до плюс 8. Ночью и утром на дорогах голоденится. Черкеский без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса. Днем 0, плюс 2. В Черкесске состоялся 10-й международный конкурс молодых дизайнеров «Мингитау». Конкурс проходил по нескольким номинациям в режиме онлайн. В конкурсе приняли участие более 300 молодых дизайнеров. Об уровне творческих работ, географии конкурса, его целях и задачах в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет автор и координатор проекта. Декан факультета дизайна и искусств СКГ Лариса Атаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Лариса Магомедовна. Безумно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Как давно вы не приходили к нам в гости. А повод для нашей встречи замечательный. Прошел 10-й международный конкурс молодых дизайнеров «Мингитау». Вы автор и координатор этого проекта. И, естественно, я не могу у вас не спросить о том, каков был уровень в этом году. Во-первых, доброе утро. Да, здравствуй, Лариса, очень рада тебя видеть. И хочу сказать, что это 10-й юбилейный конкурс молодых дизайнеров «Мингитау». Я хочу сказать, что по сравнению с другими годами этот конкурс гораздо расширил свою географию. Удивительно, что сегодня у нас такая обстановка всего мира, с пандемией. Мы думали, как-то это будет по-другому. Но наоборот, география расширилась. И участников сегодня у нас 330 человека, 660 работ у нас. Уровень очень высокий, потому что в этом году у нас включены были и профессионалы, профи. Значит, это были студенты-юниоры и профи. Ну, хочу сказать, что качество этого ничуть не хуже, чем в прошлых годах. Может быть, даже где-то и получше. Хочется отметить, что приняли участие 18 стран. Я вот могу быстренько их переназвать, чтобы география была очень интересна. Я вам зачитаю. Ну, разумеется, это Россия, Германия, Греция, Узбекистан, Норвегия, Мексика, Англия, Нидерланды, Турция, Украина, Кипр, США, Китай, Туркместан, Кыргызстан, Казахстан, у нас Индия и Армения. Ну, география у вас обширная. Обширная. Но самое главное, что Россия порадовала. Если, можно сказать, раньше мы принимали очно, приезжали поближе к тому, кто находился. А это онлайн? Это онлайн-режим. И у нас самое главное, приняли по России Московская область, Ленинградская область, Тавропольская область, Краснодарский край, Красноярский край. Ну, и хочу сказать, Камчатская, Воронежская область, Республика Хакасия, Мурманская область, Кемерская область. Ну, и всякая, сейчас есть и весь Северный Кавказ. Это прекрасно, что проводится вот такой конкурс, да, 10-й, юбилейный. Но чему он способствует, вот на ваш взгляд, в первую очередь? В первую очередь мы даем возможность молодым дизайнерам сегодня посмотреть уровень образования их, и к чему надо стремиться. Потому что без дизайнера жизни нет. Я всегда об этом говорю. Дизайнеры – это профессия 21 века. Почему? Потому что мы хотим комфортно жить, мы хотим красиво одеваться, мы хотим современными быть, и плюс при этом экологически жить. Ну, с трудной обстановкой. И все это дизайнеры? Да, да, чтобы это все. Но это дизайнер. Архитектор построил, архитектор что-то нам дал. Но дизайнер не только внутри, интерьер, экстрем, ландшафт, он еще и одевает это все, ставит мебель. Он берет ту мебель, которая сегодня удобная, экологически чистая. И самое главное, все передовое, которое на земном шаре сейчас происходит для бытовой жизни нашего населения, применяет он в своих проектах. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И дай бог, чтобы мы увидели 50-й конкурс молодых дизайнеров. Спасибо вам. Взаимно спасибо и вам. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы русской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Ашемезом Пхешевым смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова